Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала по здоровью. Но сегодня видео о здоровье экономики, о здоровье народа в целом, нашей страны, государства. И это видео я посчитал важным именно вот на этот главный канал записать. А вас, дорогие друзья, я советую посмотреть целиком. Это мощнейшая аналитика, это очень важное событие, которое я объясню и протрактую. Вы потом поделитесь этим видео с друзьями, знакомыми. Это для нашего с вами блага, для информации. И не просто для информации, а и для жизни просто необходимо. Итак, я написал статью. Собственно, я даже скопировал здесь еще большую старую. Взял часть по экономике. Вот распечатал сейчас 4 листа. И вам сейчас зачитаю. Название такое. Что делает правительство для подъема экономики? Наше с вами сейчас. Запад еще не оценил последствий своих санкций для себя лично. Я вам их поясню сейчас. Лед тронулся, как говорится, господа присяжные заседатели. Хватит поддерживать доллар и евро. Не надо паникой, что правительство предприняло для альтернативы доллара и евро в плане накопления гражданами. Нам надо обязательно поддержать правильные начинания правительства, которые для блага, наконец-то, страны и народы впервые за 30 лет. Сейчас каждый день принимаются в огромных количествах. Сейчас вам расскажу, какие. Давайте также поговорим на тему, кому от этих санкций будет хуже. И что все-таки стало делать наше правительство для подъема экономики? Российские ответные санкции. И кто панику наводит в стране и стоит на коленях перед Западом, чтобы санкции отменили, ну, по крайней мере, для них лично. И как надо развивать отечественные производства? И, по сути, что такое новая индустриализация, без которой нам никак сейчас не жить? Итак, сейчас каждый день по нескольку раз в день приходит великолепная, радостная информация, прекрасные новости, что было сделано правительством, какие указы, законы приняты и принимаются каждый день по нескольку раз в день для развития экономики, что не делалось за последние 30 лет. Кто-то скажет, а почему за последние 30 лет не делали мерзавцы, негодяи? Почему, почему? Я прекрасно вас понимаю. Давайте просто об этом говорить не будем. Сразу поясню, вот почему не будем, потому что я могу вам еще больше претензий вот сейчас сказать к правительству, там, президенту и так далее, почему. Но сейчас речь совсем о другом. Вот, ну, что же, коли не было никогда и никогда и не надо, что ли, теперь мы что, сами себе враги? Или это говорят кто? Враги только России. Если сейчас есть хорошие и правильные меры, это хорошо, это надо поддержать. Вот вопрос какие? А то да, 30 лет делали именно то, что выгодно и нужно было США. А что изменилось принципиально? А концы обрубили, пока не полностью, но точно вышли из-под влияния и служения США. Это однозначно. И в начале два главных пункта, которые просто вот сверх принципиальные, от которых зависит все. Первое. Прямо как все это началось, 24-го числа, 20, по-моему, 4-го же или 25-го. Во-первых, ЦБ поднял ставку кредитования для уничтожения нашей отечественной экономики с 9 до 20% ставку рефинансирования. Что это означает? Ну, это означает, во-первых, то, что они враги народа. Потому что это раньше, когда было 9%, плюс банки накручивали вот эти посреднические, ростовщические конторы, по сути, да. Они ведь не выполняют функции реальных банков, так сказать, с точки зрения экономической науки, а исключительно у нас в стране являются просто прокладками вот этими посредническими. Так вот, тогда это получается уже 15, раньше процентов 16. Кто может из производства, ну, кроме каких-то редких, уникальных, ну, по крайней мере, промышленные, где совершенно другие нормы прибыли, не могут развиваться. Поэтому наша экономика и уничтожалась постоянно с 90-х годов до сечашнего времени. Что нужно сделать для подъема экономики? Как в Китае сделали. Даже на некоторые виды производств минусовую ставку это государство приплачивает. То есть 0, по крайней мере. В Америке там 0,3-0,6%, сейчас, может быть, чуть-чуть увеличат. Это все понятно, чтобы экономика развивалась. А у нас что было? Вот 15%. Это просто убийство экономики. А в чем тут дело? А вот сейчас поясню. И противоречий тут нет. А нам просто эти факты говорят о том, что Центральный банк есть филиал Федеральной резервной системы США. Он подчиняется не правительству Российской Федерации, не президенту, а МВФ. И сейчас я вам это докажу. Ну, а коли он подчиняется МВФ, сейчас против нас санкции, и они дали команду и моментально ставку подняли. А вот эти Набиулина, Силуанов, кто там, значит, этим всем делом заправляют. То есть вот те самые ставленники, получается, соответственно, Центральный, Федеральная резервная система США и МВФ. Кто они такие? Они враги народа. Они предатели, и их надо судить за измену Родине. Как, собственно, у нас сейчас активировали эту статью, которая была спящая. Ну, собственно, что нужно с ними делать? Вот как вы считаете? Ну, так вот. А теперь я отложу это и возьму другие бумажки и зачитаю вам кое-что, что мне прислал Виктор Алексеевич Ефимов. Кто знает такого, ну, кто нет, скажу, это вот один из товарищей из КОП, концепция общественной безопасности, следующий. Я не буду все читать, я кратко вам, а всю эту статью могу опубликовать в Телеграме. Кстати, дорогие друзья, все время забываю сказать, подпишитесь срочно на мой канал в Телеграме, потому что если Ютуб у нас отключит, как уже по регионам вроде пошло где-то, так говорят, ну, плохо работает, отключают. Вот монетизацию сегодня, письмо от Ютуба мне пришло, отключили. Короче говоря, подпишитесь на Телеграм, если что, будем там общаться через мои статьи, видео там тоже можно публиковать. Так что ссылка будет в описании, а то вдруг отключат, откуда вы получите всю информацию. Мне пишет Ефимов. Главная проблема в руководстве. Нет понимания роли Центрального банка как валютного правления колонии, переименованного в ЦБ без изменения функций. Валютные правления переименовали в 45-м году. Да, до этого они назывались валютные правления. Это главные организации на самом деле. Так вот, чтобы придать этим структурам благозвучное название, это их структура прямого подчинения. Все санкции Запада для него более опасны, чем для нас. Единственная реальная санкция, работающая против нашей страны и одновременно в интересах Запада, это увеличение ставки до 20% и блокирование всех долларовых средств и золота, находящегося на колониальном счету Центрального банка, а это сделали они сразу, как филиала метрополии МВФ. Мне, к сожалению, не удалось это довести до первого лица, он там пытался, но я надеюсь, что Путин это знает и примет меры. Кстати, вот мы можем судить по тому, до конца ли пошло наше правительство для того, чтобы полностью оторвать узы от Запада и заняться реально внутренней экономикой серьезно в интересах народа и государства, одновременно, так сказать, вместе тут большой интерес, если упразднят Центральный банк, если уйдут из-под влияния МВФ, и если вот это произойдет, вы можете вот сразу, давайте наперед, сразу сказать, все, изменилось ровно на 180 градусов, все, и это будет самый большой в стране праздник после Дня Победы, я в Великой Отечественной войне, это должен быть самый, вот запомните это. А теперь я далее приведу цитату небольшую. Выход из этой ситуации только один. Отстройка, то есть отстранение от доллара, как это было сделано прозорливым Сталином, напомним, что только две страны, СССР и Швейцария, отказались в свое время от участия в МВФ и не ратифицировали Бреттон-Вудское соглашение, подменившее золотое обеспечение валют свежеотпечатанной долларовой массой. В 47-м году Сталин заявил прямо, что СССР не будет членом МВФ, а одним из условий этого членства как раз и являлось создание Центробанка, независимого от правительства, понимаете, какая штука, что означает прямую и полную утрату экономического суверенитета. Вот такая-то штука. Вот это должен знать каждый человек, почему я так и сказал настоятельно. Отправьте это видео, а тут сейчас еще не то будет. Каждый нюанс, который я сейчас говорю, жизненно важны нам, как стране, как народу, как государству. Понимаете, какая штука. Поэтому кто такие есть Центральный банк, филиал вражеских государств внутри нашей страны и правительство пока всего лишь, понимаете, идет, вот две власти есть по сути. Правительство, кстати, пытается сейчас нивелировать вот эти антинародные постановления, Центрального банка. Вы теперь знаете, что Центральный банк вообще никакого отношения к правительству и к России не имеет. Это инородное государство, которое мешает развитию экономики нашей страны. Вот представьте, что творится у нас. Вот вам, пожалуйста, что сделали твари, которые уничтожили нашу великую страну СССР, захватили власть в 91-м, даже в 90-м, разрушили полностью всю экономику, производство. И теперь мы чудом просто на руинах великой страны, так сказать, удержали часть тех хотя бы направлений, которые позволены нам сейчас и позволяют быть независимы государства, чтобы нас голыми руками не взяли, я имею в виду ядерный щит и прочее, эти вооружения, которые и не позволяют нашим врагам геополитическим, а уже не партнерам, а врагам, надо прямо называть четко, своими именами этих гаденышей, значит, не позволяют. И уже точка невозврата в этом смысле для них пройдена. Все, они злятся, у них агония. Но что сделало правительство в этом смысле? А для нивелирования этой ставки, 20%, налоговые кредиты с возможностью реинвестировать НДС за 3 года с вложением в развитие производства. То есть эти же 20%, ну, там могут быть, конечно, по деньгам это не в ноль сходиться, естественно, но за 3 года пересчитают НДС, кто это реально направляет и занимается, вернее, производствами, и вернут вот эти 20% за 3 года, понимаете? НДС вернут. Это вообще великолепно. Это то, что в лучших снах для наших самых, так сказать, таких прогрессивных экономистов-патриотов вот просто представить не могли раньше. То есть говорили, так, гипотетически, всего этого не будет, вот, пожалуйста. А еще ввели мораторий до 23 года на банкротство и физических, и юридических лиц, ввели льготные кредиты 6% со ставкой, на это выделили почти полтриллиона рублей, точнее 450 миллиардов. Внимание дальше. Для агропромышленного комплекса 138 миллиардов на обслуживание кредитов дали, 35 миллиардов на новые кредиты, 100 миллиардов на льготное кредитование дополнительное, 12 на ипотечные кредиты в сельском хозяйстве, жилище на селе, индексации пособия и прочее. А надо, конечно, по-хорошему не нивелировать, а просто уничтожить этот ЦБ и убрать вообще налоги с производства. И что надо делать, вот я, кстати, сейчас скажу, значит, вот Ефимов мне дальше пишет. Немедленно ЦБ и Минфин и казначейство должны быть объединены в одну структуру, подчиненную правительству. Ну это, это естественно, ну как вы считаете, это должно быть, а у нас такого нет. Это должно быть объединить подчиненную правительству и находящуюся в его составе. Финансы это четвертый приоритет, а оружие всего лишь шестой. Дадим вам ссылку на вот эти все приоритеты, что это такое, чтобы вы поняли. И это действительно ведь абсолютно истина. Финансы это четвертый приоритет, а оружие всего лишь шестой. Невозможно выиграть на шестом, проигрывая на четвертом. Аналогия тут такая. Дорогой мой партнер, я начинаю войну против тебя. Мне понадобятся твои деньги для ведения боевых действий. Вот тебе мой кошелек. По первому звонку ты сразу же высылай мне деньги. Я знаю, что эта система у тебя хорошо отлажена. То есть поняли, да, с таким подколами как бы это. Нужно срочно менять систему. В противном случае страну ждут огромные проблемы и президента, и весь народ. То есть потому что вырваться надо, переломить вот эту принципиальность. И это важнее всего сейчас сделать. Вот это будет, кстати, я говорю еще раз, запомните, фактором, если это случится, мы выйдем из МВФ и ЦБ, упраздним, то есть объединим в одну структуру, подчиним правительство. Это значит, мы победили, ну можно сказать, во всем остальное дело техники. Великолепна еще одна новость от правительства. НДС отменили на продажу и покупку слитков золота для физических лиц. Это значит, что теперь дешевле можно купить, ну, соответственно, золото. И золото, по сути, теперь стало, и проще это сделать можно теперь, то есть стало, по сути, ну, идеальным средством, у кого есть деньги лишние. Вложение этих денег, это уж, извините меня, ни доллары, ни евро, это не бумажки, какая бы вера в них ни была, они не прогорят точно. И знаете, народ стал прям скупать золото. Вот лучше уж золото скупать, чем эти проклятые доллары и евро. Я, кстати, дорогие друзья, хочу сказать, я, например, да, хотя у меня производство, все, мы зависим от части, от части импорта и так далее, и доллар-евро растет, я просто на это забил. Ну, так надоело за всем этим следить, эти поганые, так надоело, все, я вот и вам советую, не покупать, не поддерживать врага. Никакого доллара в евро не продавайте, пусть эти твари, спекулянты евровые, долларовые, обанкротятся. Курс сразу будет падать, когда люди перестанут это дерьмо скупать, понимаете? Ну, кстати, правительство для этого тоже очень серьезные меры приняло. Запретило теперь вывозить деньги, валюту за границу, всем этим, в апшоры, все это и сволочуги. И более того, теперь за границу, если кто-то выезжает даже, да, соответственно, не более 10 тысяч долларов наличными. Все, все эти чемоданы-коробки за границу, это, мол, бабушкина, перестало, так сказать, никто ведь не спросит. Ну, это все вывозили, ну, вы сами знаете, каждый год, какие там миллиарды долларов вывозили. Все прекрасно, это тоже плюс для того, чтобы, ну, для каких-то валютных операций эти валюты у нас все-таки были. Но надо, главное, переходить на расчеты в рублях, объединиться, то, что мы уже и делаем, в общем, ну, в плане экономическом, в некие альянсы с азиатскими странами, латиноамериканскими, и делать расчеты в рублях. Тогда рубль будет укрепляться, тогда доллару кранты, они этого, конечно, будут всячески не допускать, но мы это сделать просто сейчас обязаны. Обсуждается также закон о легализации криптовалюты, а это потому все-таки правительство решило, что сделать альтернативу как раз доллару и евро уже в этом плане для расчетов международных. Понимаете, какая штука? Мы уже не будем привязаны и зависимы каким-либо образом от доллара и евро, и тогда, ну, станут появляться вот эти так называемые криптофермы, то есть, ну, прочие, ну, по крайней мере, когда это контролируется уже государством. И это совершенно другая ситуация. Ну, а теперь давайте поговорим, хотя и к этим еще вопросам вернемся, про ответные российские санкции к Европе и США и про другие народные законы. Так вот, народные законы, теперь 80% валютной выручки нашей компании должны сдавать государству. Даже правительство, напоминаю, Примакова тогда, которого многие социалистам называли, для ликвидации кризиса в те годы сделало обязательным 50%, сейчас 80%. Это очень хорошо для России. Еще одна хорошая новость. Значит, в связи с санкциями против России на зарубежных и английских, в том числе, разных биржах упали акции российских компаний до 75% в цене. Так вот, наше правительство купило их на триллион рублей, это информация только аж пятого дня назад, то есть, сейчас, может, еще. Собственность государства перевели огромное количество капиталов, то есть, это металлургические сырьевые компании, например, Сургут, Нефтегаз. То есть, пошли, решили мягким путем, хотя я бы это национализировал просто вообще. Ну, ладно, пошли здесь так. Теперь, ну, это хорошая новость, конечно. То есть, вообще, крупные компании, все ресурсы земли нашей, да, регионообразующие компании должны быть только в собственности государства. Никаких вот на это частных собственность быть не должно. Теперь, уран США мы пока поставляем, но если против нашей атомной отрасли будут введены санкции США, то есть, к нам, то будет, как бы это, мягко сказать, пипец США, ее энергетики. Почему? Потому что от нашего урана зависит их энергетика, а подтверждение моим словам такое. Американские энергетики обратились к Байдену с просьбой не вводить санкции к России в сфере энергетики. Видите как? Они, то, что им очень важно и выгодно, они вводить не будут. Ну, по крайней мере, пока. Пока крыша совсем не поехала. А мы, значит, что остальное, как некоторые либералы считают, должны терпеть? Ну-ну. И, кстати, неужели некоторые еще думают, ну, дебилы, да, что, типа, нам будет хуже, чем им. То есть, им будет хуже от того, что они с нами вот это вот решили сделать. Мы там уничтожим. Во-первых, они никогда не уничтожат экономику России. Она слишком огромная, и сейчас, если правильно вот эта мобилизация будет проходить, то мы вытянем все, что угодно. Тем более, при таких ценах на нефть, газ. Но нам надо строить производство, развивать. Понимаете? Станкостроительные, в первую очередь, заводы надо строить. Заводы все уничтожены. Тысяча. Сейчас нужна нам новая индустриализация. Без нее нам не выжить. А с ней, как в шоколаде будем, в 20-е и 30-е годы. Что было? Помните? Кризис мировой. А у нас не было кризиса, а рост по 100% и 150% в год. То есть, чего мир не знал никогда. Еще хорошая новость. Спутники больше английские и других европейских стран на орбиту выводить мы не будем. Спутники разбираем в данный момент. А английские и прочие, которые должны были запускать сегодня, по-моему, или завтра, на запчасти. Рогозин молодец. По полной их гадов душит. А деньги, уплаченные за вот эти спутники, вывод их на орбиту, останутся в России в связи с санкциями. Ну, которые они ввели, и мы ответные. С 2014 года мы ушли. Очень быстро и оперативно по космосу. От зависимости в комплектующих. И теперь полностью автономия. А вот американский космос зависит от нашей промышленности. Кстати, еще закон ввели о легализации капитала, даже вплоть до транспортных средств, чтобы в Россию начинали приходить ввозить, ну, что получится, вывезти и там от денег до имущества и всего остального. На капиталы и на финансы ввели вот эту полную легализацию и амнистию. А Мордашову, наоборот, нашему олигарху запретили поставки металла в Европу. То есть, сталь поставлять, то есть, она должна подешеветь. Ну, поскольку, так сказать, металл это больше остается в стране, а продавать за границу его нельзя, что должно быть? Подешеветь. А происходит это? Пока нет. Посмотрим, что будет. Я бы на месте правительства сказал, так ты, дорогой друг, давай так. Значит, во-первых, отчитаться еще, почему какого-то хрена на 200-300 процентов год назад подняли цены на металл. Он внутри страны производится полностью из железной руды, угля, все свое, ничего из-за границы не везется. Это что такое? А это монополии, это капитализм, вернее, высшая его стадия империализм, в самой последней загнивающей его стадии. И, соответственно, что нужно делать? Нужно национализировать эти предприятия и заставить работать на благо, по крайней мере, государства, нынешнего государства, а тем самым и народы, естественно, в том числе. Вот я утром формы из нержавеющей стали 34-й марки заказал там в одной фирме, значит, для выпечки хлеба. А, так сказать, вчера не успели мы счет оплатить, а сегодня, знаете, что произошло? За один день на 50 процентов подняли стоимость металла. На 50, то есть там еще, говорит, будут поднимать. Это что такое? Это вредительство, это измена родины, их надо судить и сажать. Отнимать имущество у олигархов, вот у этих, полностью национализировать эти предприятия и, как говорится, поставить в план полностью экономики и подчинить правительству напрямую. То есть вот вы согласны с этим или нет? Напишите под видео. А то и что внутри страны, по идее, предложения должно быть больше, ну, коль за границу не водится. Ну, а почему не происходит снижение? А потому что рынка никакого нет. Вы до сих пор думаете, что рынок какой-то диктует, что рынок ничего не диктует, потому что у нас уже давно не первая, а вторая фаза капитализма, империализм. Когда монополии, вот эти крупные корпорации, ввели или сговор, а когда остается одна, еще проще. И просто придерживают товар, даже если перепроизводство идут, и просто удержат цену. А то и поднимают, когда хотят, сволочи, пользуясь тяжелым положением в стране. За это нужно, как врагов народа. Национальные интересы надо блюсти. России жизненно важно свое программное обеспечение на все, включая телефонные приложения мобильные, там и прочее, и прочее. Потому что правительство сделало сразу же, моментально, вот такого, знаете, я ликую, почему? Потому что не было такого никогда, ну это же факт. Ну это факт, вот приятно, когда видишь, что, ну вот я же знаю, как бы надо было поступить. Смотрю, правительство так поступает, ну это вообще. Ну, например, срочно IT-компаниям дали освобождение от налогов на три года, отсрочку от армии для сотрудников. Программу кредитов под три процента, ну надо было под ноль, но все-таки три, извините, не двадцать три, да, или двадцать, или как сейчас, двадцать вот это, да, вели, так плюс еще банки, это под тридцать получится. Это очень пипец. Причем правительство кредит такие дало, а эти сволочи ЦБ на двадцать повысили. Две власти, двоевластия сейчас. Одну какую-то надо удалить, вы за какую сейчас, какую надо удалить? Также правительство подписало постановление о быстром лицензировании тех препаратов медицинских, которых в стране мало, то есть всю эту бюрократию сейчас уберут. Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса сделали. Полностью на три года малый и средний бизнес от проверок убрали, то есть, ну просто руки развязали, понимаете, и кредиты, и все. А на Западе у наших чиновников и бизнесменов отнимают капиталы, ну, олигархов в первую очередь, то есть средства производства, недвижимость и замораживают счета. А говорил им президент, давайте сюда перевозите все. Говорил два-три года назад, говорил, когда Конституцию вот эти поправки ввели, что нехрена иметь за границей недвижимость, чиновникам просто запрещено было, предлагал амнистию капитала еще давно. Привозите все сюда, нет, эти твари хотят там тут зарабатывать, а там, думают, будут сладко жить. Ну, теперь им там эти демократизаторы покажут, как в любой бы момент отняли бы, не сейчас, так потом. Какая там, неужели есть еще дураки, которые что-то там верят про демократию? Ну, это про, ну, у меня просто... Послушайте, капиталистическая система и демократии никакого отношения друг к другу не имеют. Ну, в том смысле демократии, что типа власть всего народа. Хотя власть всего народа это охлократия вообще. А демос это та часть народа, в Греции была в древней, которая была частью, то есть класса рабовладельцев. Понимаете, какая штука? Поэтому демократия это власть рабовладельцев. Ну, да, такая власть там есть, это правда. Так, нам заморозили активы, напоминаю, да, ЦБ, вот эти вот активы на 300 миллиардов долларов. Просто взяли, оставили там, ну, Международный валютный фонд, это само собой. Ну, ввели также другие санкции, украли много всякого, так сказать, капитала. Этих санкций беспредельно много. Есть те люди, кто радуются этому, ну, враги России. Ну, то есть, что России будет плохо. Это не только враги на территории Украины, так сказать. Ну, я имею в виду непростой народ, ну, и дураки тоже, но бендерцы, в первую очередь, власти Украины. Ну, и предателен внутри страны, кто про это говорит. Вот таким я сейчас и поясню, в чем тут суть дела и кому от санкций будет только хуже. Но перед этим я запчитаю одно такое некое маленькое письмецо, некий дрон 2025. Значит, санкций будет все больше и больше. Пока вы не выведите свои войска из Украины, скоро Россия превратится в страну-изгой. Если не прекратите войну, я и насчет изгоя тут кое-что сейчас интересное скажу. А вот Украину, кстати, весь мир поддерживает. Украина европейская и свободная государ... Украина, разумеется, не европейская, хотя, ну, пусть европейская, но совершенно не свободное государство, а является колонией США и ее вассалом. А, естественно, нынешнее правительство Украины является врагами и украинского народа, и России. Слава Украине, пишет. Ну, Слава Украине, это нацистские приветствия, это переработанное нацистское приветствие. Соответственно, человек-подонок, нацист и, соответственно, бендеровец, вероятно. Или просто одураченный на той степени, что мозги поехали совсем. Ну, теперь я вот буду огорчать таких людей, кто считает, что Россия от этих санкций против России будет хуже, а потом поговорим о том, весь ли мир против России, или, так сказать, наоборот, весь мир за Россию. Вот, теперь первая радость. Аргон, ксенон, неон, вот эти газы. Россия является мировым поставщиком 90% этого сырья. А эти газы нужны в том числе для микрочипов, значит, для процессоров и всего остального. Ну, вы поняли. То есть для всей сферы высоких технологий. А то эти гады чипы не хотят теперь в Россию заводить. Ну, например, нам свои срочно надо развивать все делать, и мы это сделаем. Но они себе же хуже и сделали. Так как теперь сами без микросхем, без микрочипов и останутся. США уже паникуют. Не смогут они процессоры без чипа выпускать, а чипы без газов. Вторая радость. Титан. Большая часть мирового потребления, ну, предоставляем мы. За один день только, когда я выписывал, дня 3-4 назад было, титан подорожал на 25%. Он будет в разы дорожать, потому что, ну, не смогут они без нашего титана. Третий газ. Ну, вы знаете, что был когда-то там 200-300, сейчас вот 1200 за куб, и был даже 2200 как-то тут на днях, сейчас даже не слежу. А экономисты прогнозируют, что скоро может быть 5-10 тысяч евро за кубометр. 50% потребления Европы, это российский газ. Углем уже начали топить. В Польше только из европейских стран. Ну, кроме России, Украины, есть уголь. Они рады, конечно, поляки. Ну, они-то себя прокоптят. Ну, заодно будут продавать задорого. А вообще уголь теперь Европа уже начала, паникует, закупать, знаете, где? В Австралии, в ЮАР. Но понятно, что этот уголь будет золотым, да? Тем самым конец зеленой энергетики. А если будет зима 22-23 года холодная, то будет крах экономики, а протесты людей уже начинаются, но будут еще не те. Сейчас, когда запасы кончатся у них в кладовых, начнется в Европе, увидите, что нефть тоже бьет рекорды, вы понимаете, мы же переориентируем потоки свои. Ну, просто, ну, уже договорились с Азией, с разными странами, с Китаем в том числе, хотя и Индия на подходе. Вот. Подписали, более того, вам на зло, договор с Китаем о строительстве нового газопровода. Сейчас с двух сторон начнем его быстро строить. Еще одна радость. Палладий. Безумно дорожает. Значит, 50% России в мире поставляет для электроники. И это уже паника у европейцев и американцев. Ну, у Китая паники нет, потому что тут с ними мы сейчас увеличим продажу этих всех ресурсов. Дальше. Зерно. Мы 25% России, мирового производства, Украина была 10, сейчас мы вместе 35. Как вы думаете, что будет, когда на 35% уменьшатся поставки в Европу? Как вы думаете, а если год будет, вот проливные дожди или наоборот засушливые, что тогда будет? Тогда уже не 35%, вплоть до голода прогнозы. В Европе у нас, конечно, нет. Понятное дело. Ну, если еще в Индии не урожая будут, ну, понятно. Так, еще радостные новости. Может быть, вы не знали горлопаны, ненавистники России и пятая колонна внутри нее, да? Но, например, 60% всех мировых минеральных удобрений делает Россия. Кстати, я об этом тоже не знал. Мировых поставок, особенно калийных. Так вот, скоро будет недостаток продуктов в Европе, потому что будет снижение урожайности. Уйдет в Европе изобилие, любимое ваше, уйдет беспечная, сытая жизнь среднего класса, которого и так меньше все и меньше становится в Европе и в США. Еще хорошая новость. 770 Боингов и Аэрбасов отозвали лизинг у нас, у России. Это прекрасно. Это 70-80 миллиардов долларов профукает Европа и США. То есть, это потери их моментально. Они у нас украли капиталами 60 миллиардов, ну, а лишаться только на этом 70-80, это уже хорошо. Более того, они еще должны будут выплатить нам неустойки по договору за преждевременное расторжение договоров по их инициативе и забрать эти самолеты они не смогут, так как, значит, поскольку российский флаг с них снимается, поскольку они уже не российскими являются, то они, ну, поскольку они другому государству принадлежат, а самолеты других государств, этих, кто против нас санкций вел, не могут на территории России летать, соответственно, мы их и не отдадим. А в связи с тем, что небо закрыто, ну, для полета в виде друзей, вот, например, японцы тоже ввели запрет летать нашим авиакомпаниям, у них на территории мы ввели, ну, представьте, что такое Япония, что такое Россия, теперь Японии надо, чтобы куда-то лететь, облетать так, что у них топливо, ну, просто не рассчитано самолеты на такой километраж, и у них просто не хватает, они теперь паникуют, очень жалеют, что ввели, ну, а китайцы ликуют в шоколаде, потому что у них конкуренции вообще нет, и они могут на территории России, естественно, спокойно летать, ну, естественно, Китай заявил сразу о увеличении товара от оборота с России во всех сферах, какие только мы можем предоставить, арабы тоже рады, поскольку их самолеты летают, арабы тоже нас поддержали, так сказать, и никаких санкций не вводят, и мы не вводим, и все довольны, а теперь скажу вот чистую статистику, облет России от европейских компаний-авиаперевозчиков только за один первый день санкций наших по отношению к ним, контрсанкций, ну, как мы им дали запрет на полеты над нашей страной, да, это сразу 3 миллиона лишних километров в сутки, представьте, ну, все самолеты вместе сложить, вот 3 миллиона лишних километров, они разоряются, их компании там, а то же они гордо рвались вперед, как говорится, вперед батьки, ну, имеется в виду их правительство европейского, немецкого, вести санкции, там соперничали, кто первый это сделает, ну, теперь пусть разоряются, а зато Германия 500 стингеров поставила на Украину и 1000 противотанковых гранатометов, ну, надо им послать, мне как так кажется, это, значит, вот несколько ракет хороших туда, значит, чтобы они понимали, что они делают, вот, ну, естественно, все это будут сбивать на подлетах, так как граница вот только перелетит, все это дело, поставки будут всячески сбивать, но я думаю, что надо и им запустить несколько, чтобы они больше не хотели поставлять и вспомнили про 41-45-е годы. Никель сильно вырос в цене на мировом рынке, это понятно, им хуже стало экономикам их. Дальше, Россия, Украина, кто не знал, это 90% было подсолнечного масла, мирового экспорта, ну, теперь проблемы начинаются, так сказать, в пищевой промышленности на Западе. Дальше, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США, и мы закончили тех двигателей, которые на территории США были по гарантии, обслуживались нами, теперь мы им дали пендаль, и теперь скоро их ракеты летать не смогут. Дальше, кстати, надо те бренды, которые вот сделали ФИ и с высоко поднятой головой в знак протеста из России, ушли, кстати, некоторые пришли, вот, например, Apple ушел, а через сутки или двое пришли опять. Ну, так вот, тем, кто уходит с высоко поднятой головой, надо на карандаш взять и, во-первых, граждане, не покупайте, запишите все бренды, которые сейчас взяли, ФИ сделали и ушли, и больше их ничего, продукцию не покупайте, никогда будьте последовательны, будьте патриотами своей страны, а также я считаю, что правительству теперь надо объявить им навсегда запрет на торговлю с Россией. В правительство России послан запрос, то ли депутатами, то ли сейчас не помню, но сам факт важен, о том, почему в прошлом году выросли в 2-3 раза цены на лес, на, соответственно, а дальше пиломатериалы и все остальное, по цепочке стройматериалы, и на металл, хотя это полностью растет и производится внутри нашей страны. Я знаю, почему это было сделано в одном из своих видео на другом канале, совесть и подлость, в последних своих видео я это рассказывал, подробно почему. Ну, что нужно сделать, полная национализация за это, это враги народа, а их надо наказать за спекуляцию, и на длительные сроки посадить. Это что, на пользу российской экономики? Люди строятся лучше будут, предприятия, заводы, фабрики, или что это такое? Это надо моментально национализировать, сказать им, ладно, ладно, сказать им так, ну-ка быстренько снизили цены до уровня позапрошлого года, нет, отдавайте. Согласны, нет, напишите под видео. А по этой набиулиной, на вот этой вот ЦБ, у нас, конечно, просто завязаны руки, и, конечно, у нас огромная лоббистская пятая колонна, и, разумеется, прозапническая половина, и правительство, и все остальное, ну, было, по крайней мере, да и сейчас отчасти, идет подковерная сильная борьба, как вы думаете, вот этих вот либералов с патриотами, ну, огромная, мы просто всего не знаем, и люди вот так вот думают, легко рассуждают, ну, это очень серьезная ситуация. Ну, представьте, как мы легли под США в 90-е, то есть продали и предали все, ну, просто так это не проходит. Кстати, хорошая новость, арестовали яхту Алишера Усманова, олигархи в панике, ну, у них имущество там все, этот, президент Байден выступал, тоже говорит, мы у них все отберем, незаконно нажитое, ну, прям коммунист, ну, хорошо, ладно. Отличная новость, QR-коды проклятые отменили, и еще супер новость, Россия уходит из ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, ну, как тот написал, даже такая статья есть, то есть такое видео из QR-коды отменили, ВОЗ уходит из России, Путин вылечил всех, ну, все, да, забыли о коронавирусе, уже, в общем-то, и так далее, то есть все то, что на нас в обязательном порядке, через разные рычаги, влияние навешивали эти сволочи, мировые глобалисты, мы постепенно от всего уходим, слава Богу, это за 30 лет впервые, и буквально революционно, каждый день изменения, это разве плохо, это же очень хорошо, ну, давайте смотреть, кстати, вы, дорогие друзья, напишите тоже под видео, что я не перечислил, что еще, какие позитивные изменения, законы хорошие, народные, а не антинародные, вводят наше правительство, и так далее, какие еще изменения, а знаете, какая самая лучшая новость 4 марта, маркировки проклятые, сатанинские, решили приостановить, ну, естественно, это значит, что их отменят точно, а знаете, кто это лоббировал, запомните этого человека, это Усманов, уж не знаю, какие виды бизнеса, но вот эти все маркировки новые, по которому еще одну ерму на шею производителей и продавцов вешали бы, и контроль бы тотальный установили, вот так вот, а вот слава Богу, и этот антинародный закон постановления, это еще многие просто не знают, что это такое, как бы это обукнулось уже летом, вот, дорогие друзья, это просто счастье, а это знаете кто, это какое счастье, что бумеранг все-таки есть, так, теперь кратко, значит, письмо мне вот из Эстонии, уже второй раз человек это пишет, сегодня у нас в Эстонии заблокировали все русские телеканалы, и YouTube блокирует также, остальные каналы, кто перезаливает себе на каналы, к примеру, из России, там 24, но с других каналов, пишут, что видео, так, канал недоступен, ну, человек пишет, так сказать, с очень большими этими, я перевожу почти, менял VPN, что-то не работает, пропаганда и ненависть, к России русским, бьет ключом, значит, в 90-е годы, то, что было, пишут, это вообще ерунда, абсолютно с тем, что сейчас некоторые русские себя к русским уж даже не относят, ну, говорю о каналах, ну, чтобы, видимо, не закрыли, также запретили в Эстонии все русские товары, представляете, что, слушайте, это что говорить, он в Португалии или где, написано, как сегрегация для негров была в 60-е, в Америке, они пишут, для русских входа в кафе, не это что такое, вы что, суки, специально из полок убирают, и самое главное, что это, мол, типа, демократия все, притесняют даже в мелких вещах русских, а сейчас это приобрело идеологический масштаб, если ты русский, и хаешь Россию, то ты вот тогда нормальный человек, для этих тварей-выродков, ужас, молодец, этот парень 20 лет, видите, есть много умных, знаете, сколько я вам ссылок интересных под этим видео дам, так, дальше идем, теперь, кто-то радуется, говорит, что все против России, ну, дебилы кончены, посчитаем, значит, за Россию, Ливан, Иран, почти все страны Ближнего Востока, их очень много, да, Арабские Эмираты и прочее, никаких санкций, ничего, так, почти все страны Латинской Америки, кроме двух, а там стран, посчитайте сами, значит, Китай, Индия, это уже 3 миллиарда человек, да, идем дальше, Северная Корея, Вьетнам, Пакистан, Пакистан 220 миллионов, 5 шестых, я посчитал, население планеты за Россию, и только, значит, соответственно, одна шестая, вот сейчас бьется в истерике, и то, это, так сказать, не все люди, и не простые люди, а в основном-то, вся тусовка богемная, ну, вот эта вот вся олигархическо, властная, мировое правительство, это понятно, статья за измену Родины у нас есть, правда, по ней всего до 20 лет, я предлагаю президенту срочно ввести смертную казнь, это, кстати, даже кто-то рассматривал из правительства, а то, как карать преступников, надо очень жестко, слава богу, что закрыли вражеские каналы, их и Москвы, там и дождь, это надо было сделать с самого начала лет 20 назад, ну, надо, надо, это все глупо говорить, это надо было сделать, вот, 25 числа, вот, ну, в общем, неотвратимые наказания теперь за это будет, так, значит, за помощь иностранному государству, да, ну, понятно, ну, понятно, что не любому государству, а только тем, кто санкции против России ввел, все справедливо, им, типа, можно, а нам что, нельзя, что ли, вы что, совсем охренели, вы согласны с этим или нет, люди, напишите, а как показали себя разные общественные деятели, об этом у меня будет отдельное видео, я прям прям пробегусь, и про Собчак, и про Караулов, и всех остальных, в общем, будет скоро у них и энергетический кризис в Европе, да и в США тоже, ну, там в меньшей степени, в Европе это, конечно, кажется очень сильной и продовольственной, скоро будет, кстати, еще одна очень хорошая новость, правительство сейчас начинает быстрое рассмотрение всех дел о мошенничестве, которые подрывают экономику страны и развитие производств, это святое дело, 100%, поясню на практике, давайте на моем примере, прямо на моем, я вот это не говорил, год, больше года назад, мы оплатили одной компании в Москве, сейчас вот мы ее назовем, под видео, чтобы вы знали, дорогие друзья, этих тварей, будут ссылки все, хотел сделать раньше видео, но не кстати, было сейчас вот решил, так вот, мой сотрудник один для моего производства, ну, мы хотели сделать по колоды, ульи, короче говоря, по простому, для пчел, да, и вот это дело, и не только, деревообрабатывающий станок купить, ну, короче, заплатили, 300 или 350 там тысяч, да, нашли, недорогой, у меня сотрудник нашел, я команду дал оплатить, и все, договорились так, что, значит, ну, устно по телефону с менеджером, все, в наличии будет буквально, ну, оплата, и вот из Москвы там забирайте, все это в Москве фирма одна, сейчас вот напишем какая, так вот, ну и соответственно, значит, а теперь, когда, сунулись, я говорю, что-то не везут, узнаете, он позвонил, а там менеджер, значит, такой, а вы видели, такая приписка, ну, не посмотрели при оплате, что, типа, там мы обязуемся, там чуть ли не через полгода, или что-то такое, ну, мошенники, чистые воды, стали в интернете смотреть про эту фирму, там просто полный вперед, десятки, там и дел административных, а они как суки подстраховались, понимаете, когда физически, вот тоже наша законодательность, срочно менять надо, то есть, если это физлицо, там есть, типа того, что это там физлицо, имеет право не знать, но там законы, я сейчас забыл, я к юристам обращался, которые помогают защищать физлиц, там вот действительно, а они боятся, они, а с юридическими лицами такой нет, хрен докажешь, то есть, там такая морока и волокита, вот таких убивать надо просто, а они, знаете, глумятся, еще выпендриваются, когда их там, начинаешь, это вы что, сволочи делаете, то есть, там они выпендриваются, гады, я вот специально, значит, ссылку сейчас дам, да, там вся вот будет и переписка, и так далее, менеджер, кто по фамилиям, фирма, значит, дорогие друзья, я вас умоляю просто, пошлите, надо поддерживать все таком, да, мне там, ну ладно, деньги, не в этом дело, это дело в другом, чтобы другие люди в это не попали, и чтобы у этих тварей никто ничего не покупал, если у вас есть какие-нибудь хакеры, там, я не знаю, там какие-то специалисты, я готов даже заплатить, чтобы эти твари поплатились, давайте подумаем, таким тварям надо, вот понимаете, жизнь, так сказать, закрывать во всех смыслах, так вот, очень хорошо, что возьмутся, давайте подумаем, как с этими и другими гадами быть тогда в этой ситуации, ну вот так вот, теперь, я начал, когда писать статью про всю ситуацию на Украине и так далее, я экономический блок отдельно вынес, сейчас кое-что вам зачитаю и может быть что-то прокомментирую, на этом и закончим, это очень интересно, слушайте, статья за измену Родину, пятая колонна, не поддерживайте доллар и так далее, спекуляция вокруг доллара и евро происходит на фоне создания для нашей страны дефицита валюты и поддерживается желанием немалой части граждан закупать эту самую валюту, граждане дорогие, не покупайте доллары, не поддерживайте тварей, не вредите нашей экономике, себе и государству, не покупайте, короче, эту валюту, а продавайте ее к чертовой матери, не нужна она вам, мне не нужна, уж вам тем более, государство просто обязано вести постановление о ценационализации и не только всех активов иностранных компаний, которые ввели санкции против нашей страны, что естественно ответный, да, я напомню, что многие вещи уже, кстати, сделаны правительством, представляете, я это писал 25 числа, я вообще обалдеваю, как быстро правильные меры ввели, а также национализацию производства, металлургии и прочее, но и принять постановление об уголовной ответственности, как по законам военного времени за необоснованное спекулятивное поднятие цен на товары, которое никак не зависит от курса валют, то есть не связано с закупками за валюту, например, древесины, изделия из нее, вот я писал, видите как, кирпич отечественного производства, газобетон и иные строительные материалы, а то сейчас я вот опять, газобетон, они тогда за два года подняли, я вам сейчас скажу, я вот два года с половиной там назад закупал по 3 300-3 500 за куб газобетон, а уже вот в конце даже 21-го года цена уже была 9-9 200, сейчас уже больше, это что такое, вы что хренели, с какого хрена, не, я знаю с какого, они набрали, значит, денег на договора на миллионы кубометров для крупных там всяких компаний, которые строят что-то, крупные там эти новые дома, вот эти комплексы жилых домов и производственных фабрик там разных там, и производство разных контрактов, а решили отыграться, ну так сказать, на ком, на просто простых гражданах, вот на тех, кто просто лично себе какие-то домовладения строит, на строительных рынках и так далее, вот такое у нас происходит, так вот надо вот что сделать, я считаю, а то кирпич отечественного производства, какого хрена, нет, ну я понимаю, подняли цены на газ, на электричество, допустим, там надо там 3%, 5% там или еще что, ну да, ну значит, надо там на какое-то полтора процента поднять, там это перевозки ввели, или что-то топливо дороже, ну допустим, хотя сейчас надо, чтобы было дешевле, и просто вот в таком порядке, ну тогда чуть-чуть увеличить, я понимаю, это объективные вещи, а извините, раз так в два раза, это что такое, вообще охренеть можно, да, ну и прочие товары, которые полностью производятся в России без применения импортных комплектующих и компонентов, ну когда с импортными, тут вопросов нет, ну а как иначе, тут чудо-то человек не сделает, простой предприниматель, так вот, чтобы мерзавцам, нагревающим руки на кризисе и проблемах народа, повадно не было, и чтобы этого самого кризиса не было, а таким образом он и не будет, если правильные меры принять, то есть вообще, чтобы неощутимо было, а это возможно, вспомнить экономический подъем нашей страны в 30-х годах, при том, что во всем мире тогда был сильнейший кризис и спад экономики до Второй мировой войны во многих странах, когда тот же самый США уже стал наживаться на военных поставках и кредитов, и смог после Второй мировой войны подсадить экономики большей части стран мира на долларовое ермо, кризис, который неизбежно скоро начнется в Европе и США с новой силой. Помните также, что в нашей стране есть все, чтобы было необходимо для построения, ну, всего самого лучшего, крепкого, процветающей державы, но только при наличии жесткой воли президента и поддержки его в этом народа. При желании правительства срочно начать такие изменения, я о них вообще еще не знал, я надеялся на это, представляете, писал статью, и вот оно произошло, какие были приняты в 30-е годы, более того, сейчас будет это сделать гораздо проще, чем в 30-е годы, но представьте, какая тогда была ситуация, это вообще, так сказать, сравнивать нельзя, но только поддержка граждан нужна, да, придется потрудиться, но уже вполне ясно, зачем, во имя чего, у нас нет другого выхода, или сдаться, или вы стоите победить, именно так вопрос сейчас стоит, кто бы по-другому его ставить не хотел, в дальнейшем неизбежен переход к коммунистическому строю, потому что это единственный человеческий, общественно-политический тип строя, у нас когда-то был первобытно общенный коммунизм, с этого естества все и начиналось, это потом стали присваивать, отнимать, порабощать, угнетать, а теперь вот, ну, этого другого выхода нет, а кризис этот поможет в этом, мировой, кстати, в том числе, но необходимо поддержать сейчас малый и средний бизнес пока, так как наше правительство, ну, не в состоянии делать, или там промышленность наша, если она даже была вся государственная, производить все, как и НЭП ввели в 20-е годы, это не просто так, а потому что правильно, нужно было выпускать, делать все, а малые, маленькие артели, и, кстати, пристальные артели, вы знаете, сколько было, сколько миллионов людей работало, вот что называется, ну, как часто говорят в малом и даже среднем бизнесе, кооперации, у нас же было две собственности коллективных, вы в курсе, нет? Ну, это вот, кстати, нет, ну, напишите, я могу про это видео тоже сделать, так вот, дорогие друзья, не поддерживайте ажиотаж, своими покупками впрок, ну, того, чего не надо, всякими там новыми телевизорами, пылесосами, что-то сейчас не пойдет, зачем это, ну, что нужно, да, а что не нужно, или там, да хватит, ну, слушайте, ну, это переориентация экономики будет, не волнуйтесь, сегодня очень похожая ситуация с 41-м годом в плане переориентации экономики на новые рельсы, как говорится, впервые в новом времени это на пользу стране и народу будет, импортозамещение обязательно будет, ну, не будет немецких машин, да хрен с ними, будут японские, японцы ввели, тогда еще не ввели, они ввели вроде, по крайней мере, не все компании, не все, не все, Toyota вроде ввела, ну, и дураки, больше всего Land Cruiser в мире продавали, и Lexus вот эти 570-х и новых 600-х у нас в стране дебилы, не будет их, будут другое, в конце концов у нас столько накоплено в стране автомобилей, что он, Куба уже 60 лет на эмбарго на 70 живет, и он какие красавцы, если бы откроют границу, они будут продавать дешевки вот эти современные, будут покупать, там за миллион долларов эти машины сейчас у них купят, но дело не в этом, но надо автопром отечественное развивать, во-первых, без машины импорт не останется, у нас в России столько их, что вторичный, третичный рынок, он, так сказать, огромен, ну и потом возить-то все равно будут машины, ну других фирм, господи, а вы вспомните, как наши победы, первые места, кто не знал, на всех мировых выставках занимали несколько лет подряд, и были самыми надежными, как и все, что производилось в СССР в 30-х, 50-х, вспомните холодильники ЗИС, есть некоторые до сих пор работают, да, ну не такие современные, ясно, там энергозатраты другие, но слушайте, это же, вот надежность, речь про это идет, это было раньше, это будет в будущем, если мы за это постоим с вами, ситуация сейчас, и у правительства, и у президента такая, что это и им жизненно необходимо, поймите, такой ситуации не было за последние 30 лет, неизбежно и однозначно будет и быстрая переиметация на других поставщиков, с Китая, Индией, Вьетнам и других стран, сотрудничество и товарообмен будут, не переживайте, будет и активное ускорение развития и модернизация отечественных производств, я советую себе бизнесменам, свои средства, вкладывать в отечественное производство, вот я, например, никогда в жизни за границей ничего не было у меня и не будет, я никогда в жизни за границей не был ни разу, хотя мог бы купить там остров, самолет на те деньги, что я вложил в землю, в производство на земле, в русскую деревню, в село, понимаете, и в другие вещи, я поражаюсь этим сиборитом, этим паразитом, этим мерзавцем, дорвавшихся до денег, понимаете, в 90-е, я просто поражаюсь, хватит выводить из страны ресурсы, деньги, ну вот сейчас, слава богу, прервали, я этого тогда еще не знал, когда писал, выводите, вывозите из страны, а ввозите страны надо, молниеносно перекрыть всю эту лавочку, нужно по вывозу капиталов и денег из страны, вот прям как в воду глядело, вот прям сделали, разумеется, для развития производства нужны беспроцентные кредиты, ну вот сделали почти с малыми процентами, тоже хорошо, для всех желающих развивать производство, конечно, туго пока будет с микропроцессорами и так далее, но разберемся, восстановим, как и сделали все полностью, отказавшись от уже импорта, так сказать, в плане космических вот этих технологий, теперь новая индустриализация, во-первых, необходимо упрощенное оформление бизнеса, дистанционное, то есть, чтобы никакой бюрократии, чтобы все буквально там за 20 минут можно было сделать, снижение цен, дорогие друзья, вот народу нужно снижение цен, а когда будет снижение цен на всякие продукты и товары, ну когда будет снижаться себестоимость продукции, это же совершенно понятно, а для этого что нужно, совершенствовать оборудование, технологии, нужны станки, а для этого нужны что? Станко-строительные заводы, которых у нас почти нет, и крупные госпредприятия, госзаказы крупные, на чем бизнес, ну как бы скажем так, в нормальных капиталистических странах стоит на крупных госзаказах, линейка налогообложения, соответственно, должна быть разумная, вот, соответственно, ну правда вот на Хрунчево сейчас вот, у меня там всю жизнь работала мама моей жены, так вот, там такой бардак начинался в последние вот 10 лет, это там больше даже, это ужас, но сейчас вот 250 тысяч квадратных метров новых, так сказать, выстроили буквально вот за год, но нужны-то тысячи заводов по всей территории страны, строить заново, это нужна новая индустриализация, которую уничтожили в 90-е годы эти враги, нужен план развития, жесткая программа нужна государственная, укропнение госсектора, национализация крупных и регионально образующих предприятий, природных ресурсов, добыча и переработки, частный бизнес оставить пока мелкий и средний, а то в 90-е что творили, американцы пальцем показывали, что нам вот это продайте, это за копейки забирали, это вырежьте станки, это на металлолом, это, так сказать, это разрушали производство секреты уникального пороха, ну, для снарядов, которые аналогов не было, изобрели наши ученые один, там, во время войны Великой Отечественной, там, на процентов 20 или 30 кпд выше, это отдавать хотели, там, миллиарды бы отдали за секреты, а продали за копейки в 90-е, понимаете, враги народу, надо всех их найти, вот кто это делал с 90-х, и всех расстрелять, приговорить к смертной казни, за измену Родине, вести смертную казнь, мы же выходим из всех этих конвенций, вот из этой надо выйти, потому что это что такое, нет смертной казни, они знают, что им ничего не будет скорее, а за деньги купить можно все, они только в одном просчитали, что те ученые все-таки смогли новому поколению передать свои знания, и сами еще многое что делать, у нас ведь многие те, кто поднимал космос с королем, там, великие инженеры, ученые, и так далее, многие прожили очень долго, 90-95-100 лет, и более, вот как чертог, например, 97 или 8, или как академик Никольский, математик великий, 107 лет, то есть вот, и это слава богу, срочно надо открывать ПТУ, какое принижение было к труду, вот сейчас найти хороших там сварщиков, столеры, слесарей, это менеджеров, как собак нерезанных, а реально рабочих людей, уважаемых, с хорошей, нужной профессии реально нету практически, ПТУ срочно, причем прививать надо уважение к этому труду и обучению, это пропаганда престижа хороших, специалистов должна быть у нас в стране развернута. Короче говоря, нужна новая индустриализация и переход, разумеется, к социализму, потому что, как говорится, капиталистические монополии, но обращенные на пользу всего народа, есть социализм, а социализм это низшая первая фаза коммунизма, то есть это уже коммунизм, но еще пока не окрепший, и потому, так сказать, особо в эту пору нужно защищать достижения народа. Это мы делали, в 61-м году было страшное преступление, предательство верхушки партийной, и мы полностью с 61-го года, когда убрали диктатуру пролетариата и полностью изменили экономику и принципы ее, когда не борьба уже шла за снижение себестоимости товаров и удовлетворение растущих способностей населения и снижение, соответственно, при росте производительных сил времени труда, то есть больше отдыха и для всестороннего развития всех членов общества, что сделали, уничтожили это все дело и развернулись к капитализму. Это враг народа Хрущев сделал с предателями из верхушки партийной. Поэтому, кто говорит, что ж так все разрушилось, во-первых, разрушили, ничего само не происходит, и, во-вторых, это сделано было, естественно, планомерно, специально врагами народа, троцкистами Хрущевым и его, значит, кликой. Помните, это 61-й год, а 62-й, что в Новочеркасске вышли люди протестовать законно о повышении зарплат, снижении цен на продукты, ведь при Сталине они после войны, когда была уже возможность, снижались, потому что экономика работала на народ, на страну, государство и на каждого отдельно взятого человека, вот, то уже в 62-м году их просто расстреляли, это кто не знал, людей, рабочих, вышедших на протест по поводу повышения цен, там, на некоторые продукты и на сокращение рабочего времени. Так вот, то, что было обещано партии и правительство, и делалось при Сталине. Вот представляете, что, как промыли мозги все это сволочь, вся эта, так сказать, ненавидящая Россию, вот эти все сванидзи и прочие сволочи в 90-е, там, и еще даже 2000-е годы. Это же уму непостижимо. Ну, пора уже мозги на место вправлять. Ссылку на работы по Сталину и по сталинскому периоду экономики и так далее тоже будет здесь дана под видео. Обязательно посылайте вот это мое видео, ссылку на него. Всем, кого знаете, это наше общее дело. Ну, пора уже менять жизнь свою к лучшему. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok